Футбольные клубы начинают экономить. Московский «Спартак» объявил о закрытии «Спартака-2». В частности, у топ-клубов исчезли доходы от участия в Еврокубках, а поиск спонсоров усложнился. Будут ли сокращаться доходы звездных футболистов? Футбольные клубы начинают экономить. Московский «Спартак» объявил о закрытии «Спартака-2» команды, которая играла во второй по силе российской футбольной лиге ФНЛ. Как заявили в руководстве команды, связаны это с финансовыми сложностями и сокращением бюджета клуба. А вообще сейчас российские футбольные клубы попали в сложные ситуации и будут вынуждены начинать экономить. У топ-клубов, к примеру, исчезли доходы от участия в Еврокубках, поиск новых спонсоров усложнился, а текущие не всегда готовы продлить контракт. Странно, что «Спартак» начало сокращение бюджета именно со «Спартака-2», говорит футбольный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов. У меня вызывает вопрос, что «Спартак» в данном случае начал экономить со своей второй команды. Понятно, что это расходы, в том числе на перелеты. Команда играет в ФНЛ, а это довольно большие расстояния между городами. Но, так или иначе, в «Спартаке» же остаются легионеры, которых нельзя назвать определяющими до игры команды, но в то же время у них очень хорошие контракты. Довольно странно, что «Спартак» начал экономить не на вот этих футболистах, с которыми спокойно можно расстаться, а именно на второй команде, которая за почти 10 лет своего существования подготовила для главной команды очень много хороших футболистов, в том числе играющих за основной состав и сейчас. А на чем еще, на ваш взгляд, могут сейчас клубы экономить? В первую очередь, конечно, контракты с легионерами на инфраструктуре, на каких-то дополнительных расходах. Какие еще проблемы кажутся сейчас самыми актуальными для команд именно с финансовой точки зрения? Поиск спонсоров. Понятно, что пока остаются букмекеры, но и с ними, я думаю, будут возникать вопросы, потому что, например, генеральный букмекерский партнер «Премьер-лиги» всей отказался от нового контракта. И это довольно тревожный сигнал. Топ-клубы, которые финансировались на средства госкомпании, очевидно, продолжат себя чувствовать плюс-минус стабильно. А вот те, кто испытывал проблемы с финансами и, как говорится, нежели богато и не будут начинать жить богато, поэтому задача их будет как-то выживать. Артем Лакалов, автор телеграм-канала «Футбольные темы». Со следующего сезона клубы «Российская Премьер-лиги» будут получать существенно больше денег за телевизионные права. По данным РБК, в ближайшие два года Матч ТВ выплатит лиге более 6,5 миллиардов рублей за сезон, а после еще два сезона будет платить более чем по 7,5 миллиардов. Доходы от телетрансляции не будут решающими в бюджетах больших клубов. Необходимо будет перестраивать систему работы, говорит корреспондент «Спортэкспресс» Севастьян Терлецкий. Последние лет 20 российский футбол был огромный мыльный пузырь, где футбол — это же все-таки бизнес, которым надо зарабатывать. У нас так совершенно не работало. Были неоправданно высокие зарплаты, были просто вздутые бюджеты, были команды, которые просто откровенно существовали ради того, чтобы получить раз в год бюджет. Уход больших денег может, конечно, сказаться очень печально, но если будут грамотные менеджеры и будут реальные цели развития, то через какой-то период времени и хорошей работы, не один год, не два, не три, а может пять-десять лет, это когда-то пойдет на пользу. Не стоит исключать и банкротство, и снятие, но просто это же было и до этого. У нас все регулярно. Даже команды, выступающие в РПЛ, просто прекращали свое существование. Их всеми силами дотягивали до конца сезона. Мы можем вспоминать Тамбов, мы можем вспоминать Кубань и еще несколько команд, которые просто еле дожили до конца сезона, а потом развалились. Вполне возможно, что это приобретет просто более массовый эффект. Я знаю, что примерный бюджет, хотя руководство это опровергает, но, насколько мне известно, примерный бюджет фарм-клуба «Локомотив», который был в ПФЛ, 200 миллионов рублей в год. Примерный бюджет «Спартака-2» побольше, 350 миллионов рублей в год. Это зарплата, например, качественного легионера одного. То есть клуб готов в год платить зарплату кому-то 300 миллионов рублей, а содержать целую команду на 300 миллионов рублей не готов. Это странно. Хотя, может быть, мы узнаем скоро, что «Спартак» откажется и от таких высоких зарплат. Тогда все будет уже вполне логично. Сеустиан Терлецкий, «Спортэкспресс». Вторые и даже третьи команды в России есть не только «Спартака». «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» или, к примеру, вылетевшие во второй футбольный дивизион «Тульский Арсенал» тоже имеют такие команды. Никто из них о распуске таких команд пока не объявлял. Министерство спорта по поручению Кабмина уже занимается вопросом сокращения легионеров и потолка зарплат в чемпионатах по футболу, хоккей и баскетболу. Причина провального выступления национальных сборных на международных соревнованиях. Свои предложения Министерство и Федерации подготовят к середине июля. Потолок зарплаты сокращения легионеров. Министерство спорта займется ужесточением в тревольной жизни футболистов, хоккеистов и баскетболистов. О соответствующем поручении Кабмина сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Причиной экстренных мер стали провалы национальных сборных на международных соревнованиях. Спорт с Иваном Швецом. Хоккеисты под руководством Брагина вылетели с чемпионата мира в первом же раунде плей-офф. Футболисты Черчесова на Евро финишировали в своей группе на последнем месте. А баскетболисты Сергея Базаревича два дня назад провалили квалификацию и не попали на Олимпиаду в Токио. По словам самого Базаревича, его молодым игрокам не хватает таланта. Сразу оговорюсь, я не согласен с большинством мнений, в том числе начальственных, что лимит на легионеров нужно сокращать, потому что главная причина неудач не в нем. Но характеристику текущему положению вещей дам. В хоккейной КХЛ российским клубам нельзя выставлять более пяти иностранцев на матч. В заявке их, конечно, еще больше. Белорусы и казахстанцы чужими не считаются. В футбольной РПЛ уже год новый формат. В заявке из 25 человек до 8 иностранцев. На поле могут выходить хоть все сразу, что, конечно, чересчур. В волейболе лимит маленький, не более двух легионеров, хотя и составы поменьше. С другой стороны, на игры в Токио пробилась и мужская, и женская команды России. Для сравнения, баскетбол. 8 легионеров в заявке у женщин, 7 можно ставить на игру, у мужчин соотношение еще круче, 9-8. С учетом того, что в баскете составы меньше, чем в футболе и хоккее, это огромное количество. Говорят, в том числе и поэтому на Олимпиаде не будет в баскетболе ни мужской, ни женской сборных России. А вот девушки из регби-7 на летние игры попали. В чемпионате страны по этому виду спорта допускается не более трех легионеров в заявке на турнир и не более двух на поле. Так что аргументы тех, кто за сокращение лимитов на иностранцев, весомые. Вторая и, на мой взгляд, главная причина неудач – непомерные оклады ведущих атлетов. Как раз в футболе, хоккее и частично в баскетболе. Болельщики, важная оговорка не из Питера, давно прозвали РПЛ и КХЛ чемпионатами Газпрома. А Единая Лига и так носит имя главного спонсора – ВТБ. Так что, если намерения правительства серьезные, госкорпорациям придется что-то делать со своим стремлением продавать максимально зрелищное шоу. Без понаехавших оно, конечно, потускнеет, скажется на посещаемости и доходах. С другой стороны, все равно коронавирус. Потолки зарплат, которые в том же хоккее формально присутствуют, точно урежут. Уменьшится и количество иностранцев. Только вот быстрого результата все равно не будет. Ибо кроме лимитов есть и фактор клановости в нашем спорте. Колоды тренеров, что в футболе, что в хоккее, в меньшей степени в баскете, тасуют из одних и тех же лиц. А они давно сплетены в плотный клубок с руководством Федерации и одними и теми же агентами. И только наивные болельщики задаются вопросами, почему Иванов Петров Макаров такой талантливый, а сидит на лавке, а кого-то, не понять кого, постоянно вызывают на сборы. Именно поэтому я был сразу же резко за отставку Черчесова. Субтитры создавал DimaTorzok